всем привет это будет такое экспериментальное видео один день может быть даже два дня в общем моей будни повседневная жизнь с тремя детьми я знаю что очень многим мамочкам эта тема интересная кто планирует троих детей или больше или кому просто вот интересно каково это находиться одной справляться одной с тремя детьми и по мере того что будет происходить в течение дня я буду конечно все комментировать и рассказывать какие-то нюансы какие-то мелочи плюсы и минусы какие бывают сложности или наоборот чего не стоит бояться и теперь вкратце расскажу сколько лет моим детям чтобы вы понимали всю ситуацию так ничего по моему светит так вот старшему моему ребенку это девочка дочке моей 4 и пару месяцев среднему ребенку сыну два и пару месяцев а младшему шесть месяцев скоро будет 6 месяцев 5 полных то есть маленькая совсем разница и в принципе все трое детей маленькие вы конечно же спросите ходят ли в садик дети ходят ли старшенькие в садик скажу что ходят наверное собру скорее чистится дочка там потому что по разным обстоятельствам у нас не получилось чтобы она постоянно ходила то есть самый такой долгий интервал это был две недели когда она пошла то она болела был такой адаптационный период то мы ее не водили специально по моей из-за моей беременности боялись что она занесет какие-то принесет домой какие-то вирусы то я уезжала я постоянно ездила в краснодар по беременности тоже то есть я предпочитаю но проводить все эти плановые узи осмотрю врача там у нас здесь с этим не очень хорошо с медициной я живу в городе сочи поселке лазаревская поэтому не получилось чтобы она ходила постоянно вот сейчас заканчиваются праздники ямварские и надеюсь что она будет уже ходить более стабильно среднего ребенка НРСС мы уже оформили в ясли только должна сформироваться группа и он скоро тоже пойдет так что скоро будет все намного легче я думаю хотя будут конечно всякие болячки так что в течение последних четырех месяцев приблизительно получается что вот я была дома с тремя детьми и вот об этом я и хочу вам рассказать и на самом деле все это реально если скажу что все легко конечно же совру если скажу что я высыпаюсь конечно же совру но все возможно все возможно если есть желание если вы не ленитесь то все возможно конечно же успеваю не все невозможно успевать все но самое главное самое главное успеваю и нужно просто правильно расставить приоритеты теперь конкретно о сегодняшнем дне сегодня выходной день так как я уже сказала что праздники выходные дни поэтому пока что пока они не ходят в садик я решила снять такое видео и так как выходной день муж спит дольше все спят в общем у нас еще такие бывают ночи такое засыпание позднее у детей особенно у среднего ребенка наверное их назову по имени чтобы постоянно не говорить средний старший у каждого есть свое имя на час засыпает очень поздно очень тяжело ночью просыпается несколько раз плачет броситься на руки то есть это вот такой вот самый наверное сложный на сегодняшний день мой ребенок поэтому сейчас теперь с утра они спят я просыпаюсь стараюсь проснуться раньше всех чтобы успеть хоть что-то сделать в тишине спокойствии это очень важно если этого не делать то многое можно не успеть то есть с утра я просыпаюсь умываюсь делаю свой утренний ритуал по куру лица сейчас я еще нанесла такой легкий макияж самый самый легкий убираюсь в комнатах если что-то осталось вчерашнего дня если не убрано там игрушки на полу или еще что то дальше если еще все спят начинаю готовить завтрак всем это тоже очень удобно сделать пока они не проснулись в общем я буду по мере рассказывать что сделала то есть я вот проснулась умылась и сейчас я буду убираться и приготовлю завтрак мужу и детям и конечно же позавтракаю сама если успею это тоже очень важно если я сама не позавтракаю спокойно то потом пока всех покормлю до меня очередь доходит поздно а я сейчас кормящая мать мне нужно питаться нормально поэтому это тоже очень важно что касается того что сейчас я буду убираться никогда не оставляю там грязную посуду раковина и так далее то есть по кухонной части все всегда убрано ночью я делаю даже хоть в три часа когда ребенок засыпает могу и в три часа все убрать ну постомойка есть слава богу постомойку все загружаю это обязательная часть не успела я ничего сделать как проснулись мои мальчики это арек знакомьтесь там возмущается нерсет которому я включила мультик конечно мультиками увлекаться ни в коем случае нельзя это вред в первую очередь глазам но они реально выручают то есть у меня такое правило что я включаю по чуть-чуть совсем но несколько раз в день когда бывает что два раза бывает один бывает несколько в зависимости от необходимости но вот допустим по утрам у нас всегда такое случается когда все вместе просыпаются то есть мне нужно сейчас заниматься орегом а нерсес тем временем посмотрит мультик потому что он иначе он ноет он капризничает сонный пока или там пока я готовлю завтрак они смотрят мультик то есть это вот минут 15-20 они смотрят мультик по утрам это вот как правило мультики кстати классные развивающие они много-много мучаются от мультиков но конечно жалко что это вредно все-таки это наверное единственное такое занятие от чего они не откажутся и чем можно будет их занять ну я о старших детях говорю но на ночь мультик не включая если я включу на ночь мультик то нерсес будет смотреть бесконечно и так и не уснет поэтому на ночь у нас телевизор выключен теперь нерсес пока смотрит мультик я пошла заниматься орегом свиню подгузник покормлю его дальше уже займемся завтраком вот наш нерсесик завтракает не очень аккуратно ну и как-то он должен научиться это мой завтрак мюсли с молоком ну дочка еще спит а орег вот у меня тут на руках что-то он не хочет лежать капризничает наш орег согласился немножко полежать тем временем проснулась наша девочка лохматушка сейчас я ее покормлю переодену переодену еще нерсес там заправлю постель в общем все вот по дому сделаю муж уже позавтракал и уехал на работу вот нерсесик уже поел и я тоже позавтракала так орег капризничал все это время я была с ним где-то полчаса минус сорок он был на руках сейчас вот положила в кроватку вот все равно возмущается все равно возмущается успела только переодеть деток и все на часах 13.00 я жду сна этого малыша потому что по-другому никак что-то он сегодня капризничает чаще всего он с утра наоборот лежит долго играется и я успеваю все сделать такое что утреннее по идее ну хотя хотя уже день ну сегодня вот так вот получилось но самое главное не нервничать не торопиться не планировать не настраиваться ни на что это самое главное если я настраиваюсь на то что там допустим в час все закончу делать и займусь чем-то другим то потом расстраиваюсь и потом это все зависит от них все полностью зависит от детей одни бывают совершенно разные они ведут себя совершенно по-другому Старшие детки сейчас играют сами по себе Главное, я их покормила, одела, все Сейчас главная их задача просто заняться чем-нибудь Занять друг друга Шум тоже всегда присутствует Как же без этого? Детские голоски, песенки 13.30 Я пока с этим милым мальчиком Нет, на самом деле я минут на 5-10 оставила у мужа Муж приехал как раз на обед Оставила у него, пошла, повесила белье Что касается стирки и глажки Ее очень много, безумно много Сами понимаете, когда дети Когда еще и новорожденный ребенок Которому хочется постоянно иметь одежду И старшие такого возраста, что постоянно пачкают одежду В итоге получается очень много стирки и очень много глажки Итак, Арек уснул Сейчас уже 2.30 Тяжелый день на самом деле Потому что постоянно что-то происходит Постоянно дети там что-то вытворяют Но я этим и хотела поделиться Всегда нужно быть на базе Диве Ничего серьезного не произошло Если бы это сегодня был день готовки То я бы сейчас скинулась бы сразу готовить Все бы оставила и начала бы готовить Потому что это важнее, чтобы все были сыты После бы уже убиралась Но сейчас я буду уже заниматься конкретно уборкой Все-все-все уберу Я закинула уже стирку вторую Кстати, первую закинула еще утром, когда проснулась Забыла вам сказать Еще утром я выгружаю посудомойку Это тоже я забыла уточнить Да, привет Привет, да Весь мокренький Сейчас опять переодеться Кстати, я еще искупала Нерсесса В очередной раз Сегодня первый раз Но еще будет, наверное, разочек У нас Нерсесс такой ребенок У него такой организм Что я его Я его купаю 2 раза в день Теперь они достали банан И будут есть банан И все Все, беремся за дело Еще я хотела сказать Что, чтобы вы не думали, что все так скучно в моей жизни Я, допустим, когда убираюсь Когда готовлю Вот что бы я ни делала Меня сопровождает обязательно Какая-то или музыка Или видео на том же Ютубе Смотрю каких-то блогеров Какие-то интересные видео Бывает даже какой-то сериал могу посмотреть Интересный То есть всегда чем-то я сопровождаю Свою бытовую жизнь Чтобы было интереснее И не веселее Еще один Так, сейчас я отлучусь Итак, наш Орек вообще мало спит Сегодня проснулся Через полчаса 40 минут В общем, он спал всего полчаса 40 минут Так что вот такой вот у нас сегодня день Но все равно надеюсь, это видео Будет для вас полезным Так как ничего Бывают и такие дни Я знакомлю вас лишь С моим одним днем И также рассказываю о каких-то моментах Например, что я делаю Когда дети начинают ругаться Они же не постоянно играются Тихо, молча Конечно же нет Они постоянно Там немножко поиграются И потом начинаются крики Начинаются обиды Там или кто-то кого-то ударил Или кто-то с кем-то не поделился И так далее Раньше я просто бросалась сразу Кого-то там защищать Разобраться Кто виноват Кто не виноват Сейчас я некоторое время жду То есть если я вижу Что ничего такого серьезного не происходит Просто там плачут Они ругаются Я жду на стороне Делаю вид, что я не замечаю этого И тогда очень часто Они сами разбираются в этом Причем быстрее Чем если бы я вмешалась Это очень важный момент Тоже имейте ввиду Потому что попробуйте так сделать Но если я вижу, что что-то опасное происходит Конечно же вмешиваюсь И стараюсь максимально быть справедливой Не жалею никого То есть если там не жалею младшего Потому что он маленький Или ее потому что она девочка Нет Такие вещи нельзя делать Я думаю Я из своего опыта Когда была маленькая На самом деле разница небольшая У них такой возраст Что уже нет маленького или большого Маленький тоже может так ударить Что мало не покажется Поэтому все Все максимально наравне И справедливо Что касается опасностей всяких Там когда они вдвоем Допустим в детско играются А я в этот момент что-то готовлю на кухне Здесь я немножко более спокойна Из-за характера моей дочки Она, хоть ей 4 года всего Но она себя чувствует уже старшей Она многое понимает И как что-то там Нерсес делает Она сразу ко мне бежит И говорит, что Нерсес там что-то наделал Нехорошее То есть сразу она мне сообщает об этом Это меня спасает Это вообще Огромное счастье Что у меня такая дочка Она следит за ним Чтобы он ничего не вытворял Опасного Или такого что-то грязного Вот в этом мне очень повезло Или она может даже отвлечь его Если я допустим Мне нужно отлучиться на 2 минуты Она может отвлечь и маленького Арейга Допустим погремушкой Немножко потрясти Чтобы Арейг успокоился И так она вот мне может помочь Так что Помощь у меня все-таки есть Извините, что в кадре только я Просто из-за того, что у меня беспорядок Мне не хочется вам все это показывать Если вам интересен этот формат Интересна эта тема Я увижу, конечно же, по просмотрам По комментариям И если это будет действительно Востребованное видео То я в этом же формате Сниму и другие какие-то дни Потому что, честно говоря, не повезло мне С этим днем Все лежит Лежит Мама побежала Все, пошла я Я, кстати, забыла сказать, что мы пообедали уже В общем, самое главное все равно сделано Самое-самое-самое основное сделано Главное, дети в чистоте Сыты В общем, все, ладно, я побежала 16.20 Арейг уснул Наконец-то До этого он немножко еще поигрался Муж еще подержал Так что я много чего опять сделала Не могу сказать, что все Но самое главное сделать Так что, в общем-то Если даже ребенок постоянно на руках Очень мало спит Очень мало лежит То все равно за это время Можно успеть сделать все самое необходимое Двадцать-десять Двадцать-десять А Арейг проснулся Спал полостора часа За это время успела искупать Старших детей Наверное, за еще раз Поужинали все вместе Ну, опять-таки, вот все самое такое необхладимое сделали Организовала им Собирать игрушки Наконец-таки Нашли красивую коробку Я этим их завлекла И они теперь собирают в этой коробке Свои машинки А Арейг, кстати, на удивление лежит пока А я что-то не могу встать Потому что устала К вечеру, все-таки, да К восьми часам К восьми-девяти Я уже устаю очень сильно Уже не хочется делать ничего Поэтому до восьми Стараюсь сделать все такое Все самое-самое необходимое Там после уже начинаются Типа покупательные процедуры Или какие-то там Выкладывания Выкладывания, которые вам подсказаны Потому что Девять-десять у меня Может уснуть только на ныне Даже на ныне Если он не спит Он все равно Так рано не уснят Что касается мужа Я старалась По максимуму его освободить От всех дел С детьми У нас Ну, такие правила в семье Которые устраивают И меня, и его То есть Каждый Своя задача Своя работа Моя работа Это дети и дом Его работа Это его работа И Конечно же Весь, когда он дома Я могу попросить Подержать там Некоторое время А Арейга Естественно Он Когда он дома Он помогает Достаточно В принципе Но Все равно Стараюсь Его сильно не напрягать Что касается там Купания Укладывания Спать Это все Чисто Мои обязанности Всем привет Сейчас следующий день Чтобы вы понимали Насколько они отличаются Отвезла дочку В садик Приехала Спят Мальчики Еще до сих пор Сейчас Девять Пятнадцать Все спят Я уже успела Ну Здесь все убрано Сегодня Сегодня все убрано Сейчас я буду готовить Пока они спят И я успела Еще сделать Кое-что Кроме Всяких там Утренних ритуалов Естественно Все сделала Сейчас покажу вам Что еще я сделала Сегодняшний день Кардинально отличается От вчерашнего Также поведение Морейга Он сегодня хорошо спал Потом проснулся Поел Поигрался Потом опять уснул Сейчас вот играется Лежит Значит все замечательно Нерсес тоже играет Сейчас Нерсес смотрит мультик Потому что я готовила Сейчас четырнадцать ноль ноль И еда уже приготовлена На два дня Я готовлю через день Обычно Ну только детям могу Каждый день С это приготовить И так хочется подытожить Все что я сняла Рассказать вам Что на самом деле Это все реально Я имею ввиду Трое детей Маленьких Дома Если вам позволяет здоровье То есть Конечно же Если какие-то болячки есть То очень тяжело Но если позволяет здоровье Если есть желание То все можно успеть Все можно организовать Чем больше детей в семье Тем больше Они более организованные И самостоятельные Тем Больше даже Какой-то порядок есть Ну даже Дело не в порядке А в ответственности Друг за друга То есть даже Мой нарцесс Которому два года Он уже понимает Что он старше Орега Что есть маленький Ребенок дома Он так обходится с ним Так знаете Вот с маленьким Ребенком Идет Начинает ласкать его Там дает игрушечку В руку Радуется Когда тот Забирает игрушку То есть Он уже чувствует Себя старше И это прекрасно Чувствует себя Как-то вот даже Ответственным За него Я иногда Стараюсь ему тоже Что-то дать Там какое-то Задание Что вот Хочешь там Немножко погремушкой Потряси Чтобы Орег не плакал То есть Вот это вот Все объясняю И ему это нравится То же самое с Нанэ Нанэ вообще там Уже как будто бы Ей лет 10 То есть Это все Прекрасно В принципе Дело здесь не в том Что их трое Это мой просто Подход такой И с Нанэ У меня изначально Было такое Что я хочу Чтобы у меня дети Были самостоятельными Чтобы они Умели все делать Сами Ну По возможности Да По возрасту Я не из тех родителей Которые Наоборот Все делают за них Многим мамам Кажется Что это Хорошо Что вот я сделаю за нее Она не будет Мучиться На самом деле Это не мучение Для ребенка Ребенок познает мир Учится новым вещам Плохо вы делаете Детям Наоборот Когда делаете Все за них И ребенок Так и ничему не учится И он беспомощный Без вас Это очень плохо Я говорю не только о том Чтобы там Ребенок научился Сам переодеваться Сам есть Еду И так далее Это такие навыки Которые в любом случае Пригодятся в жизни И чем раньше Они научатся Тем они себя Будут увереннее чувствовать И вообще Это в любом случае плюс Но так же и во взрослой жизни То есть есть мамы Которые Ну все делают За ребенка И потом Там уже не ребенка Вот Потом допустим Выдают замуж дочку А дочка ничего делать не умеет Это как бы Я думаю неправильно И у дочки будет как раз стресс Со всем этим Я не говорю Что нужно сваливать все На плечи ребенка Но научить всему надо И надо научить ответственности Это самое главное Это пригодится И в учебе В школе И во всех отношениях Самостоятельный человек Он в некотором смысле Независим И это классно Ощущать себя независимым То есть почему я буду ждать Свою маму Пока она освободится И будет меня переодевать Я могу и сама И вот это вот Когда они понимают Им становится намного легче И они как бы Они только рады этому У меня так же есть много Всяких разных Каких-то нюансов Принципов По тайм-менеджменту Которые я себе записывала И хотела бы тоже поделиться С вами Единственное Я не знаю В каком формате Это сделать Поэтому посмотрим По результатам этого видео Если вам нравится Этот формат Такого плана Что я Рассказываю О своем дне Параллельно Вспоминаю На каких-то моментах Рассказываю Могу так снять Продолжить Допустим Еще пару дней Снять Такого же формата Видео С новыми Какими-то Рассказами Либо же я могу Если я увижу Что видео Не очень хорошо Просматривается И не так востребовано То возможно Я сниму В другом формате Не влоговая А просто я сижу И говорю По фактам Перечисляю Какие-то моменты По тому Как же Успевать С детьми Если у вас Есть какое-то Свое мнение По этому поводу Напишите Мне будет Так намного легче Ну все Спасибо большое За просмотр Извините Если у меня Несоответствующий Бьюти-блогеру Вид Но На то и Нужны такие видео Бытовые Уютные Домашние влоги Подписывайтесь На мой канал Чтобы увидеть И следующее Видео На эту тематику И на другую Тематику И нажмите На колокольчик Рядом С кнопкой Подписки Чтобы вы Не пропустили Мои видео Чтобы приходило Оповещение Все Пока-пока